Медиагруппа «Авангард» представляет Уровень докладов, уровень представительства, уровня клиентов, уровень экспертного сообщества Вот все эти факторы, которые мы видим здесь, они соответствуют лучшим мировым практикам То есть фактически для меня это мероприятие находится, наверное, в десятке наиболее значимых, важных и обязательных для участия с нашей стороны В первую очередь, естественно, это встреча с живыми заказчиками Сюда приходят наши заказчики, сюда приходят эксперты рынка, которые хотят узнать больше Кроме того, для меня, как бы человек, который активно участвует в формировании портфеля решений лаборатории Касперского Очень важно, как бы сказать, тестировать идеи Я здесь и в своем докладе, и в кулуарном общении адресую людям определенные мысли о том, что мы собираемся выпускать Слышу их немедленный фидбэк И это позволяет, ну, в общем, отточить аргументацию дальнейшим У нас есть несколько презентаций, одну из них читаю я Например, моя посвящена новым технологиям, которые позволяют автоматизировать реагирование на компьютерные инциденты Это очень важная область То есть, по сути, активностей становится намного больше И необходимо службе информационной безопасности работать не только с вирусами, условно говоря А с подозрительными активностями Соответственно, объем работы возрастает многократно И без автоматизации они просто захлебываются в этом За последние лет, наверное, пять ситуация кардинально изменилась Центры информационной безопасности Единая точка консолидации записей журналов, событий и прочих типов информации Собираемость инфраструктуры Одна единая точка Если это собирается, консолидируется, коррелируется, анализируется Вот такие центры раньше все-таки были прерогативой не очень большого количества компаний Сейчас это становится достаточно массовым явлением Компания, начиная с определенного уровня масштаба и зрелости Ну, просто обязана сейчас об этом хотя бы задуматься Как правило, дискуссии стали носить более практически, более, я бы сказал, приземленный даже характер Не просто как запустить сок, а как сделать его эффективным Куда двигаться дальше? Насколько нужен внутренний сок? И имеет ли смысл использовать внешние соки? Где готовить специалистов? Из каких вузов их лучше брать? Как перековывать айтишников, специалистов первой линии сока? Функционал центров информационной безопасности сейчас, ну, так или иначе, включает более широкий спектр Чем классический мониторинг журналов и корреляции событий от разных систем Вот, это сейчас и страдхантинг, и отриаж, и, соответственно, реагирование на инциденты Вот, это вот первое, и к этому, в общем-то, все сходит, скатывается А вторая история, она по поводу того, что все-таки информационная безопасность, это очень сложная история И она все более усложняется Требуется достаточно большое количество специалистов даже внутри сока Сервисные организации используют узкопрофильных специалистов как разделяемый ресурс Сегодня он работает с инцидентом компании А, с инцидентом компании Б, и он не простаивает Ну, и, кроме того, эти организации берут на себя труд по построению разделяемых соков Которым закрывают несколько своих клиентов Вот, вот эта вот история Иногда ее называют облачный сок Иногда ее называют просто как сервис, да, MSSP Managed Security Service Providing Насколько эффективно переходить от внутренних центров информационной безопасности К использованию внешних соков, это второй открытый вопрос Мы помним, как долго развивалась история с защитой персональных данных И на самом деле Россия в этом смысле не исключение Любая комплайнсная история в мире требует двух-трех лет на некую раскачку После этого происходят пионеры После этого происходят первые внедрения Регуляторы, как правило, несколько видоизменяют свои требования Исходя из реалий и все-таки потребностей реального бизнеса Для защиты от информационных угроз И постепенно комплайнс становится всеобщим Мы, наверное, в середине этого пути Поэтому сейчас пока сложно говорить о результатах Я могу сказать одно Безусловно, это позитивная тенденция для рынка Безусловно, эта история позволяет привлекать внимание руководства бизнесом И отношение к информационной безопасности Как к чему-то остаточному и не очень важному Наверное, надо это констатировать, оно в прошлом По моему личному ощущению, отрасль очень серьезно воспринимает эту новую регуляторную базу Практически у всех заказчиков, с кем мы общаемся И кто владеет КИИ, у всех идут проекты по приведению инфраструктуры в соответствие Они рассчитаны на много лет Практически ни одна компания не пытается, как бы сказать, игнорировать И везде ведутся проекты по приведению информационных систем в соответствие Соответственно, и классификация информационных систем И рассмотрение средств, конкретных технических средств защиты Идет активное взаимодействие с вендорами Например, мы, лаборатория Касперского, в настоящий момент Выпускаем специальные дополнения к нашим решениям С тем, чтобы лучше соответствовать этим новым нормативным требованиям Я считаю, что в целом эта инициатива воспринимается с энтузиазмом Система, которая предполагает внедрение, я бы сказал так Референсных архитектур безопасности в компаниях А также централизованный сбор по определенным протоколам информации об угрозах от этих компаний Безусловно, эта система безусловно повышает уровень защищенности и отдельных компаний И государственной экосистемы в целом То есть, на мой взгляд, здесь вопроса нет Это безусловно полезно с точки зрения повышения защищенности наших организаций и государства в целом Субтитры создавал DimaTorzok